Я, я, да, рассказчик, был спрошен птицами, анучараясь, значит, его спутник, которые, которые его, которые чаралки, которые шли в качестве его спутника, да, был спрошен птицами, двигавшимися, это если совсем дословно, чаралки, в качестве его спутника, да, анучараясь, чаралки, да, то есть у нас получается, это совсем дословно, Я был спрошен его птицами, которые двигались, которые передвигались, но это совсем дословно, да, это еще не окончательный перевод, которые его, в качестве его спутника, да, анучараясь, чаралки двигались, да, двигавшимися в качестве, которые шли, да, То есть я был спрошен птицами, которые шли вместе с ним, которые шли вместе с ним, будучи его слугами, которые сопровождали его в качестве слуг или в качестве спутника. Я был спрошен птицами, сопровождавшими его, этого самого майора, в качестве его, да, так, это пока мы еще дословно, но мы еще на уровне такого совсем-совсем дословного перевода, Понятно, да, анучараясь, чаралпхи, да, я был спрошен птицами, да, это вот, кем был спрошен птицами, а птицами какими, да, чаралпхи, которые шли, шедшими, анучарайги, и анучарайги, его анучарайги, в качестве его спутников, то есть анучарайги, вот это так называемое вторичное предикатив, да, это уже предикатив, который при любой глагольной, от глагольной форме может быть, ну, вне, так сказать, основной конструкции, вот в таких вот, в таких вот глагольных конструкциях, ну, чаралпхи, что это с точки зрения морфологии, что это за конструкция, что это за форма, чаралпхи? Да, 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 это опять же у нас причастный оборот, морфологически это причастный оборот, анучарайги, чаралпхи, можно сказать, что это причастный оборот, да, чаран, чаралпхи, да, я был спрошен птицами, сопровождавшими его в качестве, и вот это в качестве, да, нам хочется так перевести, практически, ну, ну, мне, по крайней мере, хочется, да, и оно вот указывает вот это вот стремление, так, в качестве его спутника, да, или слуг, да, которые сопровождали его в качестве слуга, да, может быть, в качестве слуга, а ну, чаралпхи, часто слуга, да, да, я был спрошен птицами, сопровождавшими его в качестве слуга, то есть, меня спросили птицы, которые сопровождали его, этого царя, в качестве слуга, да, так, и у нас еще немножко не закончено, так, дагдхаранья матея, так, и я был спрошен, кто я, чаран, двигающийся, дагдхаранья матея, если дагдхаранья, в данном случае, это птицы от корня даг, в значении сожженные, то получается, в середине сожженного леса? Ну, дословно, да, я двигающийся посреди, по лесу, который, вот так, так, горелый, посреди горелого леса, на самом деле, это просто название, насколько я понимаю, дагдхаранья, да, некий лес, который называется дагдхаранья, но я бы его перевел в горелый лес, я, например, вот с детства помню, где у нас на Ладоге была дача, там, подсосновая, и там был такой вот лес, где был лесной пожар, там очень, прям, десятилетиями оставалось эти метины, мы его так называли, горелый лес, там были какие-то особые хорошие, там, подосиновички, грибну, ну, вы, 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 там, раз, хорошие, да, ну, пойдем в горелый лес, ну, вот, я так себе как-то представляю, что это не читает его, может быть, это был некогда выгоревший лес, но он назывался дагдхаранья, да, то есть, двигавшийся, двигавшийся в горелом лесу, да, или двигавшийся в дагдхаране, что кому больше нравится. Так, еще один момент, герматический чаран, значит, как мы соединим то, что овалоки-тага и прыщ-тага, это причастие, ну, вроде бы, как прошедшего времени, да, ну, в принципе, формально, да, это именно причастие прошедшего времени, а чаран это причастие на старейшее время, можете вы это как-то прокомментировать? Они меня спросили, когда я шел, то есть, или что... Они меня спросили, меня двигающегося, вот, почему, почему здесь у нас в виде предикапа, почему у нас предикапа в прошедшем времени, да, здесь какие-то, и чаран-пи, между прочим, чаран, да, множное число, да, чаран-тага, чаран-пи, да, опять же, причастие настоящее время. Каким образом это согласуется? Вот по смыслу, вы можете ли это по смыслу объяснить? Грамматическое дать объяснение? Вопрос ко всем, если, ну, сначала, Татьяна, сначала... Ну, я понимаю, почему в прошлом времени используется стынуемое, то есть, история закончилась уже, да, история в прошлом времени, да, и он внутри истории рассказывает о прошлом, вот, поэтому... Да-да. А почему в настоящем времени шедший и не шедший... Идущий, дословно, идущий, да, идущий, чаран, да, прохаживающийся, да, ну, и чаран-пи, которые, опять же, двигаются, да, двигающимися, вопрос ко всем тогда. Как они выражают дейпричастие несовершенного вида джесса? Да не дейпричастие, нет, нет, не дейпричастие, да, обычно, ну, так сказать, полнадцатого... Это причастие, оно в смысле выражается того, что там, идя, там, я еще что-то делаю, действия... Вы правы, но вы, это дей... Мы имеет смысл часто, очень часто, и я бы сказал, в основном, причастные формы санскритские на русский переводить дейпричастными, либо дейпричастиями, либо дейпричастными оборотами, это все верно. Но это вопрос не о грамматике, это вопрос о технике перевода. Одновременность передают. Так, 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 что именно одновременность? Ну, у нас в качестве сказуемое причастие прошедшего времени, а эти причастия настоящего времени, они просто передают одновременность происходящего. То есть, когда спрашивали, тогда и он шел, или он... Совершенно, абсолютно точно, да, если совсем-совсем уточнить, и сказать совсем точно, то причастие настолько...